HBO продолжают удивлять. После третьей серии многие зрители массово стали критиковать The Last of Us за его неканоничность и серьезный отскок от оригинала, даже несмотря на классную историю. Однако новый эпизод на все сто доказал, что создатели сериала прекрасно помнят игру и знают, о чем говорят. Какие отсылки и пасхалки мы встретили на этот раз? Чем четвертая серия лучше оригинального сюжета? И что же ждет нас дальше? Устраивайтесь в своих спальниках поудобнее, заваривайте себе кофеек, ибо мы начинаем. Третий эпизод закончился на том, что Джоэл и Элли взяли кучу добра у Билла с Фрэнком и направились в Вайоминг искать Томми. Брат нужен Джоэлу для того, чтобы найти цикад, чтобы впоследствии передать им Элли с ее иммунитетом. И почти сразу же в начале серии нас начинают засыпать крутейшими пасхалками. Так, например, начальная сцена в машине идентична игровому моменту. Сначала Элли подсовывает Джоэлу Касситу с песней Alone and Forsaken от Хэнка Уильямса. Элли шутит про возраст песни, сравнивая ее с Джоэлом, на что Миллер отмечает, что песня так-то старее его. Если что, Alone and Forsaken была написана в начале 50-х, а Джоэл родился в 67-м. Эта песня также звучала в аналогичном моменте игры. Однако затем Элли достает из машины пикантный журнальчик, принадлежащий Биллу и Фрэнку, что отчасти также соответствует игре, особенно учитывая забавную шутку от Элли. Фанаты оригинала, естественно, найдут к чему придраться, ведь The Last of Us — гениальная игра, продуманная до мелочей. Разработчики потратили годы на тестирование игровых механик и поиск ошибок. А хотели бы вы стать инженером по тестированию? Образовательная платформа Skillbox готова дать вам такую возможность. Освоив этот курс, вы научитесь искать ошибки в работе сайтов и приложений. Таким образом, получите одну из самых востребованных и высокооплачиваемых IT-профессий. К концу учебы в вашем портфолио уже будет три готовых проекта, а также вы сможете принять участие в бета-тестировании у партнеров курса, банке открытия и соцсети ВКонтакте. Вас ждут спикеры практики из крупных компаний, Яндекс, Сбер, Мегамаркет и многие другие. 88% студентов Skillbox находят работу еще до окончания курса. А при желании вы можете внести первый платеж за обучение через полгода после начала. Компания дает гарантию трудоустройства, в противном же случае вам вернут деньги. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране, чтобы записаться на курс. А по промокоду НЕСПОЙЛЕР2 вы получите скидку 55%. Следом стоит немного отвлечься от череды нескончаемых пасхалок и ненадолго поговорить о нововведенном каноне. Благодаря откровению Джоэла мы узнали много чего нового. Во-первых, вроде бы как именно Томми, а не Джоэл, был участником войны в Персидском заливе. Хотя поначалу нам показалось, что таким образом HBO хотели осветить именно новую сторону Джоэла. Но, допустим. Во-вторых, главное, что мы узнали в какой момент и почему Джоэл оказался в Бостоне. По его словам, через 12 лет после операции «Буря в пустыне» Томми уговорил его отправиться в Бостон из Техаса. То есть случилось это ровно в 2003 году, в год начала эпидемии. Если вы вдруг забыли, то в самом начале истории двое братьев вместе с Сарой жили именно в Техасе. И именно там Джоэл потерял дочку. Каким образом и когда он оказался в Бостоне, до этого момента мы не знали. Плюс Джоэл упоминает, что именно так он познакомился с Тесс, которая тоже была в группе, идущей в Бостон. Ориентировочно в 2009 Томми знакомится с Марлин и присоединяется к Цикадам. Однако по неизвестным причинам в какой-то момент покидает группу. Это очень важные сведения, благодаря которым мы можем закрыть ряд пробелов в хронологии The Last of Us. Затем наши герои решают остаться на небольшую ночлежку, которой не было в игре. Смысловой нагрузки в общем и целом эта сцена не несет, однако можно заметить, что Джоэл, вопреки своему спокойному поведению, чертовски неспокойно внутри и почти не спит. И да, как мы и угадали в нашем разборе, он варил себе кофе, которое за годы после начала эпидемии сильно залежалось, поэтому отдает куда более сильным запахом горечи, что и отпугивает Элли. Девочка вообще вряд ли когда-либо пила кофе, поэтому ее реакция на фирменный «Американо» от Джоэла весьма понятна. После небольшого привала герои отправляются дальше в путь, но дорогу им преграждает небольшая пробка. Момент также соответствует кадрам из игры, однако на этот раз Джоэл вышел проверить, насколько далеко тянется этот затор, и увидел, что буквально в 20 метрах от него все чисто. Что любопытно, увидев этот момент в расширенной версии, в сериале мы сразу же подумали о засаде и о том, что любой водитель поступил бы именно так же, как поступил и Джоэл, только вот при этом он не обычный человек, а парень, который был по обе стороны. Он знал, как устроены подобные заставы, и вместо долгого объезда попал прямо в ловушку. Кстати, мы были особенно рады тому, что сцена с откровениями Джоэла попала в сериал. К сожалению, подробностей о том, что творили Миллер и Тесс, пока были на другой стороне, мы не узнали. Но это лишь вопрос времени. Однако четвертый эпизод подкинул еще один интересный повод для размышлений. А плохие ли охотники? Ну, во-первых, теперь уже официально в сериале перед нами предстали не охотники, а группа выживших из Канзас-Сити. Когда-то там была своя карантинная зона со своими особо жестокими порядками. Представители Федры устраивали массовые чистки и казни, и были чрезвычайно жесткими ребятами, что, по всей видимости, в какой-то момент вылилось в некий бунт и прорыв обороны. Военных вылавливали и убивали, однако месть к своим тюремщикам у жителей Канзаса осталась. Стоит понимать, что люди внутри этой карантинной зоны сплотились вопреки всему и смогли выжить именно своей дружной группой, став семьей. Однако некоторые из них, как минимум, тот бедный паренек, что перешел дорогу Джоэлу, явно промышляли недобрыми делишками. Если подумать, то кроме них нам не показали, как остальные члены этой группы устраивают что-то подобное, а следовательно, они, в общем-то, ну, не такие плохие ребята, если прикинуть. Почему HBO вдруг изменили сюжет охотников? Да потому что они были максимально типичными для игр того времени, без особой предыстории и собственного сюжета. Обычные бандюки на дороге и пушечное мясо для игроков. Однако есть тут кое-какие интересные сюжетные ниточки. В играх в разговорах охотников иногда проскальзывали фразы о том, что у них сменился босс, и теперь они заживут совершенно по-новому. Того самого босса мы так и не увидели, однако теперь в сериале есть такие ребята, как Кэтлин и Перри. Они стали своеобразным лучом света для своих людей и временно стараются поддерживать покой и свободу в новой общине. Однако, как мы поняли, в какой-то момент бегство от Федора, один из жителей Канзас-Сити по имени Генри донес наряд нарушений со стороны граждан, за что его возненавидели свои. Стоит ли ругать парня? Вопрос индивидуальный, поскольку он, как и многие другие, выживал, заботясь о своих близких, в данном случае о своем брате Сэмме. Как мы и предсказывали в нашем прошлом видео, наставляя пистолет на старика, Кэтлин искала именно Генри, а не Джоэла или Томми. В играх герои встретились примерно при таких же обстоятельствах, но важно отметить небольшое изменение в каноне. Томми последний раз видели возле радиорубки недалеко от Вайоминга, и именно туда собираются идти Джоэл и Элли. В играх они также направлялись на встречу с Томми, но по дороге встретили Генри с Сэмом, которые предложили перекантоваться временно у них в убежище в радиорубке. Сюжет немного видоизменили, чтобы наши сериальные герои не теряли мотивацию во время пути, не сходили с маршрута, что в данном случае выглядит лучше оригинала. Собственно, в конце серии, если вы вдруг этого не поняли, наши герои как раз и встречают Генри и Сэма, с которыми ребятам придется пройти какую-то часть пути. Но что такого прячется под землей в Канзас-Сити? Что так испугало Кэтлин и Перри? Что ж, самое время открыть наш учебник биологии «Мира The Last of Us» и рассказать вам о топляках. Стадию бегуна мы уже успели рассмотреть в прошлых сериях, щелкуны также мелькали в сериале, а значит, самое время познакомиться с еще одним видом заражения — топляками. Эти крепыши с ног до головы покрыты крепкими бронепластинами, и чтобы их уложить, требуется немало сил, сноровки и снаряжения. Правда, учитывая, что и щелкунов для сериала знатно прокачали, возможно, топляков в проекте от HBO сделают вообще неубиваемыми. Стоит отметить, что это редкий подвид зараженных, поскольку для того, чтобы щелкун эволюционировал в топляка, он должен быть инфицирован очень долгое время и при этом не попасть под шальную пулю. Кстати, еще до старта сериала Нил Дракман раскрыл информацию о том, что в The Last of Us от HBO появится новый, ранее не появлявшийся в каноне тип зараженных, который будет очень страшным и пугающим. Однако не стоит полагать, что в пятом эпизоде появится именно он. Судя по кадрам из промо-сирии, нас ждет именно топляк. В запасе у сценаристов есть еще как минимум сталкеры, шаркуны и величественный крысиный король. Но этот парень точно появится не раньше второго сезона. Дополнительно полагаем, что нового зараженного HBO припрятали аккурат к финалу первого сезона сериала, чтобы он также был не менее интригующим, даже для тех, кто 100% знает концовку первой игры. Неожиданно с выходом четвертой серии HBO опубликовали информацию о том, что пятая серия выйдет уже в эту субботу, то есть 11 февраля, ориентировочно в 5 утра по Москве, а не рано утром в понедельник, как мы привыкли. Подобный сдвиг вызван тем, что аккурат с воскресенья на понедельник в Штатах пройдет знаменитый Суперкубок, к которому традиционно будет приковано все внимание американцев. Помимо этого, по сложившейся традиции, во время трансляции Суперкубка состоится премьера кучи свежих трейлеров будущих фильмов. Так что HBO приняли верное решение немного сместить график. Для нас это означает тоже небольшой сдвиг. Разбор пятой серии The Last of Us мы, как и положено, выпустим сразу после ее выхода, где-то на этих выходных. А после Суперкубка будем разбираться с нахлынувшими трейлерами. Так что с вас почетный лайк и обязательная подписка за наши бессонные ночи. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok